Доброе утро, дорогие друзья! Утро понедельника наступило. Неделя такая же праздничная, как и предыдущая, но выходных предстоит чуть меньше. Я бы сказала так, но в любом случае весна, цветы, тепло и солнце. И как-то даже утром остается более бодро, задорно и радостно. Бодро, надо говорить, бодрее, весело, веселее. Добрейшее утро всем, 7 мая, понедельник. И сегодня день создания вооруженных сил России, потому что именно 7 мая 1992 года президент подписал указ об организационных мерах по созданию Министерства обороны и вооруженных сил. Наше поздравление всем тем, кто несет ратную службу сегодня и тем, кто уже на заслуженном отдыхе, но по-прежнему на БВМ посту и всегда готов встать в строй. Также сегодня отмечается День связиста и специалиста радиотехнической службы военно-морского флота России. И это очень символично, потому что отмечают они свой профессиональный праздник в День радио. Конечно, сегодня День радио. В 45-м году, 7 мая, в СССР широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим, правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным Днем радио, что позднее было утверждено и указом Президиума Верховного Совета СССР. Наше поздравление, конечно же, всем связистам на суше и на море. И по этому поводу у нас сегодня в студии будут гости. И это никто иной, как наши коллеги, которые работают на радио. Радио называется «ФМ на Дону», а они ведущие программы «Ранняя пташка». Это Оксана Мирошниченко и Алишер Хаджаев. Ну и, конечно, помимо гостей, у нас сегодня много в программе всего интересного. Но тему 9 мая мы никак не обойдем стороной. Опять же, тему «Дня в истории» обязательно вспомним. Мы приготовим завтрак, сделаем зарядку. Что еще? А, еще мы с вами, друзья, подготовимся к походу на пленэр, на пикник, как хотите это назовите. В общем, будем учиться, как же предостеречь себя и окружающих от пожаров. Все это сегодня в нашей программе. А по традиции первыми начинаются наши новости. Возможно, кто-то собирается и уходит уже на работу, а, возможно, кто-то собирается все-таки на пикник. Поэтому прогноз погоды как никогда важен. О погоде сегодня в Ростове и области на 7 мая-понедельник. В это замечательное утро нас ждет прекрасная погода. Как-то переменная облачность и яркое солнце периодически до 24 градусов тепла. К вечеру похолодает всего лишь до плюс 14. Ветер до 8 метров в секунду. В Чертково обещают переменную облачность. Днем до плюс 24. А к вечеру температура воздуха опустится до плюс 15. В Вешенской солнечно. Плюс 24. К вечеру плюс 15. Очень солнечно сегодня и в Таганроге. Плюс 22. В принципе, не жарко. До плюс 16 в ночное время суток. Белая калитва на 2 градуса обогнала Таганрог. Тоже солнечно. Плюс 24. И до плюс 16 ночью. В шахтах синоптики обещают плюс 22 и яркое солнце. Поэтому стоит, наверное, кремом для загара все-таки воспользоваться. Плюс 15, кстати, будет вечером. В Обливской плюс 25. Такая же погода. Ясно, солнечно. И плюс 15 вечером. Переменная облачность сегодня будет в Волгодонске. До плюс 24 максимально поднимется температура воздуха. А к ночи отпустится до плюс 16. В Сальске солнечно. Ясно. Плюс 25 днем. И плюс 15 в ночное время суток. Ну, кстати, с наступлением такой теплой погоды все расцветает. Листики распускаются. Цветочки распускаются. И все тоже радуются этому. И все тоже радуются. И участились случаи селфи на улицах города. Ах, то есть где бы я ни был, где бы я ни был. Да, многие хотят сфотографироваться на фоне тех или иных прекрасных полей с цветами, с одуванчиками, я не знаю, цветов прекрасных. Так вот, оказывается, что ежедневно публиковать фотографии в соцсетях – это полезно. Для кого? Для соцсети или для нас? Для нас. Дело в том, что провели исследование. Сначала разослали приглашение в соцсетях. Говорят, хотите, хотите поучаствовать, то вам необходимо постить одну фотографию в день на протяжении двух месяцев и заполнять опросник. Ученые отслеживали размещаемые фотографии, а также сопроводительный текст и дальнейшее общение в комментариях. Спустя два месяца участники сообщили о том, что чувствуют себя более вовлеченными в жизнь. А процесс фотосъемки сделал их более вдумчивыми и внимательными. Выяснилось, что обмен фотографиями в сети дает людям ощущение сопричастности и помогает бороться с одиночеством. Ежедневное креативное занятие приносит удовольствие и помогает смотреть на мир свежим взглядом. Ученые говорят, что все дело в активном процессе создания смысла. Именно он приносит чувство удовлетворенности жизни. Но на фоне этого я хочу сказать, что не стоит забывать о личных встречах с людьми, с друзьями, с родственниками. Само собой, конечно, общение должно быть. Обязательно должно быть, потому как это тоже приносит однозначно приятные эмоции. Мне вот интересно, а делают ли селфи с ногами? Ну, в принципе, если вы будете делать зарядку вместе с нами, у вас будут стройные ноги, тогда такое селфи точно появится в ваших соцсетях. Упражнение для стройности ног Приседания Поставьте ноги вместе, держите спину ровно, а взгляд прямо перед собой. Движение должно начинаться с отведения таза назад. Делая неглубокий пресет, немного пружините. Чтобы не потерять напряжение в мышцах, не выпрямляйте ноги до конца. Сделайте 25-30 таких приседаний. Концентрируйтесь на напряжении в мышцах. Усложненная версия приседаний. Поставьте ноги вместе, сделайте неглубокий пресет. Затем, сделав широкий шаг в сторону, снова сделайте пресет. Опять ноги вместе, пресет. Не забывайте держать спину ровно, а взгляд вверх или перед собой. Не начинайте пресет со сгибания колен. Выполните 10 раз в обе стороны. Диагональный выпад. Сделайте выпад, не разворачивая корпус. Держите его почти неподвижным. Чтобы больше растянуть заднюю поверхность бедра, тяните с животом к колену. Не отталкивайтесь рабочей ногой от пола, чтобы упростить подъем. Выполните 15-20 выпадов на каждую ногу. Махи ногами. Упражнение, в котором важна амплитуда и концентрация при выполнении. Ногу не бросайте. Выполняйте с максимально возможной амплитудой. Выполните 20 раз на каждую ногу с утяжелением, 30 раз с собственным весом. Для следующего упражнения отведите ногу назад так, чтобы она была почти параллельно полу. Не заваливайтесь на одну сторону. Ваша цель – поднять ногу не за счет раскачивания корпуса, а за счет силы ног и ягодиц. Выполните 10 раз на каждую ногу с утяжелением, 15-20 раз с собственным весом. Повторите весь комплекс еще два раза. Будьте в форме! Буквально недавно был установлен новый мировой рекорд. Дело в том, что очень необычный, но, наверное, люди и должны как-то что-то новому радовать. Люди все время что-то изобретают и что-то придумывают новое. Дело в том, что было устроено световое шоу с участием 1374 дронов. И тем самым был установлен новый мировой рекорд. Для таких, как я, надо пояснить. Дроны – это такие летающие штучки. Беспилотный летательный аппарат. Да, это беспилотный летательный аппарат. Он прошел, вот это световое шоу прошло недавно над древней городской стеной в китайском городе Сиань. Это провинция Шинси. Ну и, собственно говоря, число дронов, которое приняло участие в этом световом шоу, и способствовало установлению этого самого мирового рекорда. Шоу продолжалось 13 минут. В нем приняли участие, как я уже говорила, 1374 дронов. В воздухе они изображали различные фигуры и даже фразы. Предыдущий рекорд – это всего-навсего 1218 дронов. Он был установлен в этом году во время открытия Олимпийских игр в Корее. Ну, мне кажется, это очень красиво. Красиво, да, зрелищно. И, да, хорошо, что мы учимся делать такие спецэффекты, создавать, да, не нарушая, допустим, атмосферу. Экологию, окружающую нас среду. Да, да, да. А, по-моему, очень даже все красиво. Здорово. Ну, хочу тебе сказать, что если… Где-то в Китае, да? Да. Если в Китае вот проходит фестиваль дронов, то в Таганроге назревает скандал с гастролирующим цирком в Франконе. Местный житель, блогер, обратил внимание на то, что фургоны цирка сливают нечистоты прямо на землю. А ведь артисты остановились цирк в смысле не абы где, а в парке имени Горького. Вот что написал блогер под фотографиями. Мне посчастливилось пообщаться с самим потомком великого Франка Ни. На простой вопрос, что делают эти сливные трубы в объективе культурного наследия в парке имени Горького, последовал ответ. Не знаю, а вам какое дело? Идите на завод и не фотографируйте здесь. И много еще чего непечатного. Видимо, тоже знают такие слова. Вот, жаль, цирк-то ведь неплохой, а вот отзывы положительных, а вот это вот оставило неприятное. А садочек-то остался. Да, остался. Да, ложки-то нашлись, а садок остался. Мужчина выложил фотографии в соцсети сливных труб, которые вызвали большой резонанс. В самом цирке заверили, что эти шланги подключены к городской канализации, и все обвинения беспочвены. Я не знаю, где там рядом городская канализация проходит. Но! Короче, цирк утверждает, что все нормально, и они хотят подать на блогеров в суд. В общем, пока идут разбирательства. Можки нашлись, да, а садок остался. Я надеюсь, что история закончится все-таки положительной, и все будут счастливы и довольны. И не только... Ну, не пострадает ни цирк, ни окружающая среда. Действительно, нужно относиться к тому месту, где ты живешь. Очень трепетно и трепетно, да. Ну, а пока идут разбирательства в Таганроге. Нам-то с вами что вообще разбирать, решать и что делить? Нечего. Надо просто послушать гороскоп и узнать, как сегодня действовать. Овны. Ваша трудоспособность и деловитость будет проходить проверку на прочность. Стойте на своем. Но только ради дела, а не из-за упрямства. Тельцы. Понимание собственных возможностей придет сегодня. Нельзя соблазняться налезть, преувеличивать свои заслуги. Близнецам потребуется решать финансовые и имущественные вопросы. Возможны проволочки или затягивания ситуации. Раки. Не ждите от окружающих быстрых реакций. Самочувствие и понимание. Действовать придется по правилам. Обижаться не стоит. Львы. Выполняйте дела с току по плану и без самодеятельности, пожалуйста. Самочувствие будет не слишком хорошее. Систематизируйте нагрузку и отдых. У дев популярность будет зависеть от серьезности намерений. Будут провокации, но вы справитесь. Весы. На вас сегодня попытаются влиять окружающие. Попробуйте отстаивать свое мнение. Скорпионы. Командировки, поездки, работа. У вас много сил и энергии. Это ваш день. Стрельцы. Решение финансовых вопросов может вызвать затруднения, но переживания, скорее всего, будут неоправданы. Козероги. Встречи сегодня волнительные. Загрузки на работе большие. Самочувствие не очень важное. Водолеи сегодня далеки от решения насущных проблем. И физически, и морально. Главное – не поддаваться унынию. Рыбы будут чувствовать себя уверенно в любой компании. Взаимодействие с официальными органами успешно. На этой неделе мы будем отмечать не только 9 мая. Много предстоит интересного. 10, 11. 10, 11, 12 и даже 13 мая. Дело в том, что 13 мая, именно в этот день, в Ростове пройдет третий тестовый матч на нашей главной арене города. Ростов-арене. На Ростов-арене, да. На него смогут прийти уже, внимание, 45 тысяч человек. И эти 45 уже стоят практически с билетами, наверное, где-то у Ворошиловского моста. Дело в том, что если все эти 45 тысяч человек встанут, то встанет весь город. Весь город в Турцию. Поэтому администрация города в этот день перекроет несколько улиц центральных для пешеходных прогулок. Это перекрытие будет с 9 утра до половины седьмого вечера происходить. То есть практически на целый день, да. Да, движение транспорта по некоторым улицам будет прекращено абсолютно. Вот, например, Левобережная, ну, понятно, да, от шоссейной до кольцевого пересечения с Магистральной будет закрыта. Потом Серафимовича от переулка Газетный до проспекта Ворошиловский. Естественно, Ворошиловский мост. Проспект Театральный от Садовой до Максима Горького. И Большая Садовая от Крепостного до Проспекта Театрального. Ну, собственно говоря, в центр лучше на машине не едут. Да, лучше пешком. Лучше пешком, друзья. Да, потому что будет также список улиц, где будут открыты, открыто движения только для аккредитованных автомобилей. То есть, соответственно, тоже и Большая Садовая, вся практически, да, вот от Ворошиловского и туда к Театральному. Ну, аккредитованные, это, скорее всего, такси какие-нибудь? Возможно, это будут такси, возможно, это будут машины, которые будут возить гостей, ну, вот специальные, да, административные. То есть, все равно на своих машинах туда тоже не надо? Да, да, да. Вы поняли, да? Лучше вези пешком. Как проехать? Самый главный вопрос, потому что ездить где-то нужно, как-то передвигаться нужно, есть у всех дела, некоторых работа. Поэтому, рассказываю, двустороннее движение транспорта будет открыто на следующих улицах. Шаумяна на участке от Ворошиловского до Газетного, там можно будет ездить в обе стороны. Социалистическая, Тимирницкая, Тургеневская и улица Обороны. Собственно говоря, по этим улицам можно будет двигаться в обе стороны. В общем, больше никуда ехать не надо, перемещайтесь только по этим улицам, туда-сюда. А вообще, я считаю, что 13 мая никуда ехать. Никуда не надо. Вот устроите своему телу, своим ногам неожиданный такой променад, да, и просто прогуляетесь по городу, либо в обратном направлении перемещаетесь. Да, и посмотрите просто, насколько город наш прекрасен, потому что он впитывает в себя южное солнце. Но пока вы тоже впитываете, проснувшись, южное солнце, у нас реклама. Не переключайтесь, мы снова будем скоро здесь. Реклама, как известно, двигатель торговли, продвигает все те товары, которые мы можем наблюдать в магазинах, с которыми мы уже с некоторыми познакомились, о каких-то только узнаем. Но самое главное, что из рекламы можем узнать даже о магазине, который открывается. Конечно. Но вот об этом магазине мы можем узнать только на утреннем телеканале Ростовской области. Это что за секрет такой? Дело в том, что в Китае открылся магазин на отвесной скале. О, Господи, что ж только китайцы не придумали. Для некоторых посетителей это оказалось крайне удобно. Дело в том, что этот магазинчик для любителей острых ощущений находится на отвесной скале на высоте 100 метров. Его открыли на популярном скалолазном маршруте в гористой провинции Хуанинь в Национальном лесном парке. Магазин предлагает воду, энергетические напитки, булочки, питательные батончики, хлеб для людей, которым нужно подкрепление. В процессе скалолазания. Да, в процессе скалолазания. Ну и продавцы и покупатели все время свисают со скалы на тросах, на обвязках. Как уверяют представители парка, цены в экстремальном магазине точно такие же, как и на земле. Несмотря на сложность доставки продуктов, она однозначно существует. Их приходится, между прочим, поднимать на веревке. И клиенты, кстати, могут заплатить не только наличными, как ты могла бы подумать. Но еще и карты? Да. Ну ничего себе. Онлайн-оплата в действии. Мне кажется, конечно, слава богу, у нас нет скал в Ростове. Таких ответственных и высоких, да. Но этот магазин интересен. Как минимум, людям, которым необходима вода, уронил, закончилась. Тут даже хочется вспомнить Высоцкого, только слегка перефразировав его. Ох, какая же ты голодная и уставшая альпинистка моя, скалолазка моя. Да, да, да. Ну что ж, вот и такие магазины появляются, потому что на них есть спрос. Ведь вы знаете, что спрос рождает предложение. А народ Китая, они сразу очень реагируют на все. Моментально. Моментально, да. Моментально, да. Реагируют на то, что можно предложить. Ну и если бы мы попросили их что-нибудь приготовить сегодня на завтрак, я уверена, они бы приготовили клубничный банановый кекс и глазом бы не моргнули. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Мне кажется, что иногда за особенно клубнично-банановым кексом можно бежать, лететь, торопиться и даже нарушать правила. Возможно, именно... Дело в том, что за кексом спешила участница, следующая наша героиня, утка, которая попалась на превышении скорости на полицейские камеры. Дело в том, что детектор скорости в швейцарском Кеннице заснял вот этого неожиданного нарушителя. Детектор скорости отреагировал на низколетящую утку. Она летела со скоростью 50 километров в час. Чего себе утка! А ограничение скорости в этом районе составляет 30 километров в час. Городские власти пока не знают, какое наказание должно быть предусмотрено для слишком быстрых птиц. Но утки часто становятся объектами подобных видео и, видимо, регулярно нарушают правила дорожного летания, движения в полете. Но самое главное, что я надеюсь, что вот в то место, куда утка торопилась, она все-таки вовремя прилетела, да. Ну а вы, дорогие друзья, даже если вы будете торопиться сегодня на работу, не забывайте, что нужно соблюдать правила дорожного движения, а то попадетесь, как эта утка. А ты заметила, Алина, что на этой фотографии как чисто там, как все убрано хорошо, нет мусора. Это моя боль, не говори. Да, ты же помнишь, что кто у нас там, Швейцария, Швеция, они уже мусор собрались. Они все покупают уже мусор. Они собрались закупать, потому что им не хватает. Я хочу вам сказать, что мы-то предлагали почтой России из Ростова отправлять наш мусор, но нашу идею перехватили и посылать далеко теперь мусор не надо. Ростовская область собралась принимать мусор со всего юга России. А у нас его мало, у самих? Вот слушай, регион претендует на строительство первого в ЮФО экотехнопарка. Суть проекта заключается в том, что помимо восьми межмуниципальных экологические отходы перерабатывающих комплексов Ростовской области, появится еще один объект для глубокой переработки твердых бытовых отходов. То есть восемь объектов строят, это такие мини-переработка и один вот экотехнопарк. Слушай, а что такое твердые отходы? Вот слушай, комплексы должны быть введены в эксплуатацию до конца девятнадцатого года, но лишь два смогут заниматься хоть какой-то переработкой твердых бытовых отходов. А что будут делать остальные шесть? Вопрос. Можно я до конца все прочитаю? Давай. В основном мусор будет сортироваться по видам, обрабатываться и компоноваться в брикеты для дальнейшей переработки, которой и должен-то заняться вот этот технопарк. Он будет перерабатывать мусор. Например, вот резина будет там перерабатываться в гранулы или более в мелкую фракцию, потом отправляться на заводы, которые из этого вторсырья будут выпускать разные технические идеи. А у нас есть такие заводы? У нас тоже пока нет. Ну, могу, тут круг сейчас может замкнуться, Алина. Подожди, давай дальше. Смотри, вот надо построить восемь вот этих, потом эко-технопарк, потом перерабатывающие. Тут круг должен замкнуться. Но пока ничего этого нет, а только все это вот на стадии разработки. Без строительства технопарка возможности, запускаемые в Ростовской области с 1 января 2019 года новой системы сбора мусора, будут невелики. Понимаешь, что это надо срочно строить? Да я-то понимаю все. Да. Твердые бытовые отходы будут разделяться на пять основных фракций. Пластик, ветошь, резина, металл и макулатура. Внимание, стекло переработки не подлежит в принципе. А зачем тогда сдают бутылки стеклянные? Нет, подождите, как не переработки? Я с детства знаю, что сдал стекло, его переплавили. Послушай меня, моя бабушка говорила, за что купила, за то продаю. Вот что прочитала, то сейчас и рассказываю. И согласно утвержденной правительством России стратегии развития промышленности в области обращения с отходами, к 2030 году в стране должно появиться 70 таких объектов. Я думаю, этот день должен войти в историю, а пока вошел только 7 мая, но в разные годы. Давайте узнаем. 7 мая 1755 года состоялось торжественное открытие Московского университета. Сегодня Московский государственный университет имени Ломоносова, МГУ. Церемония торжественного открытия занятий в университете состоялась в день празднования годовщины коронации Елизаветы. В соответствии с планом Ломоносова в университете были образованы три факультета – философский, юридический и медицинский. Своё обучение все студенты начинали в философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам. 7 мая 1934 года в РСФСР появилось новое территориальное образование – Еврейская автономная область. Под самый маленький субъект федерации выделили земли площадью 36 тысяч квадратных километров вокруг Биробиджана. К 1939 году население Биробиджана составило почти 20 тысяч. Среди них около полутора тысяч – энтузиасты из США, Канады, Южной Америки, Германии и даже Палестины. Еврейская автономная область отличается уникальной историей. Она создана как национально-территориальное образование для переселенцев, которые отправились туда уже в годы советской власти на территории никогда ранее не бывшей местом компактного проживания этого народа. 7 мая 1936 года – День президентского полка Комендатуры Московского Кремля. Специальное воинское подразделение, основные задачи которого – охрана руководства страны и Московского Кремля, других важных государственных объектов, участие в воинских ритуалах и в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне. Выделение, ведение почетных караулов и несение службы у вечного огня на могиле неизвестного солдата возле Кремлевской стены. Пост номер один. 7 мая 1985 года Совет Министров СССР принял постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. Решение отрезвить страну, принятое без должной исторической и экономической проработки, без учета психологии потребителей, поставило в тяжелое положение отечественную винодельческую промышленность. Советская торговля не додала советскому же государству в 1986 году 12 миллиардов рублей, а в 1987 году – 7 миллиардов. Из-за потерь в производстве вина и выращивании винограда не досчитались еще 7 миллиардов рублей. Ну и, конечно же, не сказать сегодня про День радио просто невозможно. 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как День рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. И сегодня это праздник работников всех отраслей связи. И, кажется, совсем недавно россиянин Попов и итальянец Маркони пытались преобразить электромагнитные колебания в человеческую речь, а менее века тому назад детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо. Но уже сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали естественными атрибутами нашей жизни. Современный информационный бум – результат труда многих поколений ученых, инженеров, техников, всех, кого судьба связала с отраслью связи. И потому День радио можно смело назвать профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, коротковолновиков, радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует нас о важнейших событиях, происходящих в стране, объединяет на радиоволнах человеческие дела, мысли, души. И я хочу еще раз напомнить, что у нас сегодня в гостях будут люди, которые тоже связали свою жизнь с радио. Кстати, Алина, тебя я тоже поздравляю, потому что Алина у нас тоже радиоведущая, друзья. На каком радио ты работаешь? Ну, сейчас пусть это будет рекламой. На радио Ростовском. На Ростовском радио работает Алина Малинина. А в гостях у нас сегодня будет Алишер Хаджаев и Оксана Мирошниченко. Ведущие программы «Ранняя пташка» на радио ФМ на Дону. И сразу после рекламы мы ждем их гости. Радио в жизни каждого человека, наверное, с самого рождения присутствует, потому что наши бабушки слушали радио, наши мамы слушали радио, мы слушаем радио. Сейчас в мою сторону так смотреть не надо. Наши дети будут слушать радио. И кто бы что ни говорил, а радио всегда нас сопровождает в любых поездках, я не знаю, на кухне, дома, на прогулках, потому что радио – это любовь, я вам так скажу. И сегодня в своей любви у нас здесь в гостях будут признаваться наши коллеги, наши дорогие гости, которые работают на нашей любимой радиостанции ФМ на Дону. Сейчас мы это без мести говорим, совершенно честно. Ведут потрясающее утреннее шоу, которое называется «Ранняя пташка». Наши многие телезрители, слава богу, могут не только слушать вас, но и периодически видеть у себя в гостях воочию. Доброе утро, дорогие друзья. Оксана Ворошниченко и Алишер Хаджаев сегодня с нами встречают. Это радио «Утро» на канале Южной Регионы. Ну, во-первых, с праздником. Спасибо. Мы, конечно, немножко тоже к нему себя причисляем, но в большей степени, естественно, это ваш праздник. Поэтому нам очень приятно сегодня вас здесь видеть. Тут у нас на восьми страницах написаны все ваши регави. Я не знаю, все зачитывать? Как вообще? Да вообще не надо зачитывать. И ней вообще не надо. Хорошо. Меня все равно никто и не знает. Тогда давайте с другой стороны пойдем. Вот пойдем от Оксаны, потом к Алишеру. Вау, это правильно. Хорошо. Как вы на радио оказались? Случайно. У меня на ноге есть татуировка «Just do it». Просто сделай это. Я просто сделала это. Почему ты сейчас и темные подробности были? Я просто захотела, мечтала, думала, хотела найти замену театру, но такую вот, чтобы не на меня надевали образ, а чтобы я вот сама как-то вот в какую сторону я иду, вот туда идти. Вот такое у меня сегодня настроение. За что я сегодня хочу? И тут, к моему великому счастью, меня сначала пригласили в гости на FM на Дону. Я просто была гостем, послушала, посмотрела. А, то есть вот так вот вы? Да. Вот так пойду, посмотрю. Да, 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 да. Что в гостях? Что у вас? Да, я поговорила. Почва тогда, да? Тридцать минут, думаю, что вполне себе хорошо. Вполне могу. То есть я себя хорошо в этом чувствую. Да, комфортно, отлично. И вот я полтора года уже с ранней плашкой. Отлично. Так, хорошо. Как вам там, точнее, как вы там расправляетесь и работаете, нам или шерсти, честно скажут. Потому что у вас такая замечательная напарница. Она все время с вами? Или вы как перчатки женщин меняете? Не, не, не. Да ладно. Я очень люблю женщины, перчатки и женщины. Перчатки где? Случайное совпадение. У меня еще есть напарница Аня Глебова. Они обе необыкновенно талантливые, необыкновенно симпатичные, обаятельные. В общем, работать с ними одно удовольствие. И я, когда работаю с ними, я сам чувствую себя на 3,5 года моложе. Ну, что-то девочки мало стараетесь. Надо что-то делать, чтобы... Я сейчас разучу у вас всего на 3,5 года. Десятку давайте сами не ожидали. Алишер, ну все-таки, ведь вы по своей... По образованию, по работе, по всему тому, что вы в жизни сделали. Вы же радио не было основным в вашей жизни. Вы же наш коллега, давайте будем. Все-таки больше. Ну, больше, да. Больше было телевидения. Ну и что вас туда занесло? Как вас туда на радио занесло? На радио? Да. Ну, во-первых, когда я был собственным корреспондентом одного федерального канала, эта должность была совмещенная. Ты был собственный корреспондент в каком-то субъекте, в какой-то стране по телевидению. И тебе как бы в нагрузку давали ты же и собственный корреспондент радио. И вот получилось так, что я... А, то есть вы, собственно говоря, да, так из одной из плавных... Просто плавно передикали, да? И потом, я когда был совсем еще мальчишкой, я... Вот такой был. Было, было. Это было практически недавно, несколько десятилетий назад. Ну, три с половиной года. Я вел пионерскую зорьку. Да что вы? Я вел пионерскую зорьку. Здравствуйте, ребята! Кто в это поверит, что я... Я вообще не думаю, что вы сейчас... Ну, знаете... Мы в пионерских галстуках, хотя этого не было видно, не было веб-камеры. Я такая же девочка, вся отличница из себя. Я двоечник из актерской семьи с хорошим голосом. Еще до мутации. Мы думаем, тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя, пионерский звук. Так что я вон, когда на радио... Вот если вы сейчас мне скажете, что вы еще с Литвиновым работали... Здравствуй, дружок, сейчас ты услышишь сказку, я совсем упаду в оборок. Нет? Нет, я даже не был с ним знаком. Ну, кто он, кто я. Ну, да, ну, конечно. Ну, в общем-то, мы выросли на этих, да? На радио-няне, на этих сказках, на всем радио. Для нас, действительно, в нашей жизни очень много значило. Алина? Да. Да. Заслушалась Алина. И продолжает. И продолжайте. Знаете что? Ну, вот раз мы так вот, у нас все так весело, шумно, мы рассказываем о том, как вы работаете, мы можем показать. Ведь сейчас есть возможность показать кусочек того самого эфира. Мы нашли. Это говорит о том, что вы готовились к нашему позиции. Мы старались. Спасибо вам за внимание. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Здравствуйте всем. Доброе утро, доброе утро. Друзья, мы продолжаем. Вот мы перешли во второй час. С вами Алишер Хаджаев. Оксана Мирошниченко. Светлана Пушкова. И наш музыкальный редактор Марина Орлова с нами в нашем списке песен. В плейлисте, как его говорят, по-заграничному называют. В Ростове-на-Дону плюс 20 градусов на данный момент, а днем будет плюс 29 градусов. В центре в ближайшие два часа осадков не ожидается. Вот такое сообщение от метеорологов. А у нас есть звонок. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Радио ФМ на Дону. Здравствуйте, Сергей. Из Песчинокопского. Так, ничего не перепутали? Все правильно. Так и есть. Отлично. Сергей, рассказывайте. Ну, вы знаете, я хочу поделиться своим маленьким опытом. Давайте. От хандры. Ну, практически у меня ее никогда не бывает, потому что я мечтаю. И чтобы эта мечта стала былью, нужно все-таки хорошо потрудиться. Вот. Ой, Сергей, как всегда, золотые слова. Дорогой вы наш друг. Ой, все в точку. Ну, вы знаете, да. Конечно, нужно делать ежедневно зарядку. Сейчас лето, весна наступила, да. И вот каждое утро выхожу во двор, двор большой, и птицы поют. Это уже никакая хандра тебя не возьмет, да. И целый день, конечно, дружусь. Всех с весной, всех с маем. С вами были Оксана Мирошниченко, Алишер Хаджаев, Светлана Пушкова и наш музыкальный редактор Марина Орлова. Да, друзья. А с нами все еще Алишер Хаджаев и Оксана Мирошниченко. Уже без музыкального редактора и режиссера. Но главное, что они с нами. И у меня вопрос. Вот мне кажется, вот радищики, вот честно, и телевизионщики, они разные все равно. Конечно. Вот есть, да, такое ощущение? Радищики веселее, да? Да. Да или нет? Нет, дело в том, что жанр радиожурналистики самый сложный из всех жанров журналистов. А вот почему вы посчитаете? Почему? Объясняю. Запишите, а то забудете. Это помедленнее записывается. Да, вот именно, как прямо в известной фразе. Дело в том, что на телевидении картинка дает 70% информации. Журналисту надо чуть-чуть там добавить фактуры, сделать выводы и на стендапе красиво улыбнуться. И все, репортаж готов. На радио нет картинки, там есть только звук. И твой инструментарий – это пауза, это интонация, это верхние и нижние регистра. И подача, конечно. Ты работаешь. Но ты должен так рассказать на радио, чтобы они увидели эту картинку, которой нет. Поэтому радиожурналистика – самое сложное. Вот только что Лешер Хаджаев объяснил, собственно говоря, что радиожурналистика, вообще профессия радиоведущего абсолютно не какая-то легкая профессия. Я по этой причине бросил телевидение, тем более федеральный канал, и сказал, друзья, возьмите меня на любую зарплату. Я умираю, хочу работать на радиостанции. Потому что действительно складывается впечатление у многих людей о том, что ну чего, ну пришел, отболтал. Ой, ну пришел, поговорил, только пошел дальше. На самом деле, конечно, да, очень много. Слушайте, а вот бывает, как вы себя чувствуете после эфиров? Вот две, наверное, две стороны. Вот есть, ну, их, понятно, многогранные, да, много ощущений. Но вот есть вот две крайние стороны после завершения эфиров, потому что вы отдаете много энергии. Вы отдаете, вы готовитесь, вы много сил, и у вас в течение там нескольких часов происходит выброс, и потом что? Что потом происходит с человеком, который сделал возле микрофона? Если Оксана позволит, я начну. Есть выбор. У нас сейчас есть такая задумка, мы будем ездить по районам Ростовской области и встречаться с теми, кто нас слушает на волнах радиоэферной области. Мы это уже делали. И мы уже ездили, и в Целинский район, и в Орловский район. В Орловском, да. Это мое правило. Я после эфира всегда минут 30, а то 60, я просто молчу. Молчу. Я так отдыхаю. А я заметила, когда решила руку и держала Оксану, видимо, что молчи сейчас, я буду говорить. Не, мы сразу понимаем друг друга. А я как раз наоборот. После эфира у меня еще два часа вот этого запала. Мы можем остановиться. Я засекала, да, и мой супруг будущий, очень надеюсь, что будущий, я влетаю домой. Сейчас так супругу привет. Да, влетаю домой и начинаю еще вещать два часа. Он говорит, когда ты угомонишься? И вот через два часа у меня батарейка садится, и я замолкаю, и все, я думаю, хожу, молчу. Что? Я говорю, подождите. В отличие от театра, кстати, вот театр меня вот истощает полностью. То есть я после спектакля ни с кем не разговариваю. Я ужасный человек, я закрываю все в своем мире, поэтому я люблю. То есть если вы идете по улицам города и видите очень такую хмурую блондинку, от которой все... Значально актриса, она сейчас вышла после спектакля. Это была Оксана Мирошниченко. Алишер, я вот тут посмотрела все ваши регалии, где вы работали, чем вы занимались. Меня одна фраза очень заинтересовала. Я всю жизнь хотела задать этот вопрос человеку, у которого это есть. Я у вас спрошу. Вот тут написано, что вы лауреат премии Ленинского комсомола. Да. Сколько это? В деньгах? Я всегда хотела это спросить. Советских деньгах. Да, этой суммы хватало ровно тютелька в тютельку на автомобиль ЗАС «Запорожец». Он стоил ровно 3 тысячи советских рублей. Это была премия Ленинского комсомола, которую мы получили творческой группой. Мы давали концерты по отдаленным пограничным заставам пограничных войск СССР. И вот мы круголе отдали. То есть весь Советский Союз вот так вот обошел? Объехали, да. И были представлены к премии Ленинского комсомола. А вы-то там что делали? Я был ведущим. Вы были ведущим. Слушай, ну от премии Ленинского комсомола к премиям сегодняшнего дня. Я знаю, Пташка, она же известная, любимая в Ростовской области. Премии какие-то уже получили? Это правда. Правда про премии или про это, что любимая? Знаете, почему понял, что она любима? Когда мы приехали в Целинский район, нас после встречи накормили бутербродами и крепким чаем с шиповником. Это очень понятно. Я думал, сейчас как бутерброды без червы. Это настоящий такой деревенский гонорар был для нас. Говорит, в общем, Целинский район нас сейчас смотрит. Вы можете... Интересно. Да. Ты даже Орловскому району. Привет. Так, кому мы еще приветы будем сегодня передавать? У нас сейчас как в поле чудес. Передаем приветы. Пещеноковская моя любимая. Вот я сказала о том, что вот на видеотрансляции была, я сказала «Дорогой наш друг». Он не друг, это просто радиослушатель, который нам звонит. Который часто звонит, да? Да, достаточно часто. Он очень интересный человек. У меня есть радиослушатели, в которых я влюбляюсь просто. Ну, потому что он чудесный. Так, ну-ка. Не один, ну-ка. А вот это уже позвонила одна женщина. Да. Такого, бальзаковского возраста, еще с гаком. И гак лет 15. У нас 30 секунд, имейте в виду, в конце. И, значит, она позвонила и говорит, мне так нравится ваша программа. Вы знаете, в течение недели у меня есть два самых черных дня. Это суббота и воскресенье. Потому что в эти дни не выходит в эфир «Ранняя пташка». Она туда упала, а я сюда упал. Мы вас поздравляем еще раз с праздником. Спасибо, спасибо. Как вы обычно говорите «доброе утро», как начнется программа. Скажите то же самое сейчас. Доброе утро, дорогие радиослушатели, телезрители. Здравствуйте всем. Доброе утро. У нас в гостях была замечательная «Ранняя пташка». Мы поздравляем всех и с Днем Радио. Настали тяжелые времена, потому как праздников все больше, выходные все активнее. И нужно подготовиться к экстремальным таким предстоящим дням. Потому что впереди много жарких дней. Это экстрим, я вам так скажу. Впереди много опасных ситуаций. И в том числе на воде, в лесу, в воздухе. Потому что люди выбирают для себя разные виды отдыха. И мы решили к этому именно сегодня, в начале нашего летнего пути, подготовиться. А будет нас консультировать наш сегодняшний гость. Очень серьезный, но при этом очень веселый человек. Игорь Шишко, инструктор по выживанию в экстремальных условиях. Фактически выживший наш. Наш ростовский выживший человек, который добрался до нас. Доброе утро. Доброе утро, Олег. Олег, Игорь. Впрочем, когда мне сказали, что надо пригласить этого человека в гости, надо познакомиться. Я вас Олегом называла все время. И никак у меня не складывалось, и ваше имя к вам не клеилось. Скажите, кто вас назвал Игорем? Мама с папой? Наверное, мама с папой. Не знаю, может, соседи. Думали ли они, что вы станете инструктором по выживанию в экстремальных ситуациях? Естественно, никто не думал. Просто у меня жизнь так сложилась, что я всю жизнь служил, выживал, тренировал. И до сих пор этим продолжаю заниматься. То есть у вас есть определенные навыки, которыми вы всегда можете поделиться. Давайте начнем с того, что еще купальный сезон не открыт. Я думаю, скоро откроется. Но, 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 да. Кто-то уже в апреле его открыл, а то и в марте. Вот в первую очередь майские праздники пойдут на шашлыки. Что? Пошли уже на шашлыки. Господи, но не вся часть. Остальная уже сейчас вот пойдет на 9 мая. Нет, ну вообще, в выходные дни сейчас много людей выезжают в рощи куда-то, да, в леса, на дачные свои участки, готовят шашлыки. Ну, естественно, увеличивать градус тепла не только снаружи, но и внутри. И, соответственно, могут сложиться, да, какие-то экстремальные истории. Это что за истории? Давайте я вам дам общую схему. Отлично. Как бы алгоритм выживания. Чертить надо где-то, нет? Можно будет чертить, можно будет не чертить, можно будет рисовать, могу сделать презентацию. Тем более, как бы я постоянно провожу семинары, тренинги, концерты, шутка, где катаюсь по городам и вестям. И учу людей, что делать, если... Если вы попали в какую-то ситуацию. Что такое алгоритм выживания в экстремальных ситуациях? Все просто, как божий день, как говорится. Правило номер один. Вы должны осознать, что... Что экстремальная ситуация. Нет, что опасность рядом. С чего все начинается? Вспомним любой пожар. Не будем вспоминать те пожары, которые были недавно. Люди идут куда-то на концерт. Если бы они хотя бы на миг подумали о том, что они будут там гореть, что реально будет ситуация угрожающая их жизни, они бы предприняли хоть какие-либо меры. Они хотя бы задумались о том, а что будет со мной, если... А что будет, если... Игорь, вы знаете, я просто, когда выхожу из дома, я вам честно скажу, я не думаю, что я буду гореть, тонуть, улетать, уплывать. Я просто выхожу из дома. Да. Но дело в том, что меня, допустим, учило очень много хороших инструкторов в разных видах деятельности. Так, правило номер один – осознай опасность. То есть, если человек при поездке на шашлыках думает хотя бы краем глаза, краем мозга, краем сознания о том, что «а вот я же могу элементарно получить ожог». Вот меня элементарно просто ситуация жизненная поставит в такие рамки, что «я загорелся». Что мне делать? Что делать? Мне нравится ваш оптимизм внутри меня. Если бы человек об этом подумал, он бы подумал, так, ага, ну хотя бы, что там у нас в интернете хотя бы пишут? Первая помощь при ожогах. Ага, там перекрыть пламя, засыпать себя землей, охладить рану. Получается, не на любую ситуацию у человека есть ответ, но есть общий алгоритм. И начало этого алгоритма – подумай об опасности. Пункт номер два. Пункт номер два – человек. Человек должен обладать хотя бы минимальными навыками поведения в экстремальной ситуации. Мало знать, надо уметь. А где эти навыки-то приобретают? Я поняла, мы сейчас на уроках ОБЖ. Да, и уроки ОБЖ были не такими. Фактически, фактически это ОБЖ. Фактически я учу. То есть мы зря относимся к этому предмету, так прохладно и халатно. Объясняю. У меня был случай, когда я практически целый год вел уроки ОБЖ в школе, но не здесь, не в России. И вот меня все ученики очень любили мой урок, потому что я именно на практике показывал. Ну просто у меня, допустим, одно из образований – я прошти спасатель. То есть меня государство учило, как правильно действовать. Оказывается, что большинство уроков и учебников по ОБЖ, ну, немножко некорректно написано. То есть не совсем верно. Знаете, Игорь, у меня есть предложение посмотреть, как ростовские спасатели и те, кто добровольно им помогает, тренировались, как спасать от огня. Сильные порывы ветра быстро гонят огонь к парковке стадиона. Возникает угроза пожара на Ростов-арене. И в борьбу вступают донские спасатели, пожарные и добровольцы. Задача аэромобильной группировки – максимально быстро прибыть на место и прикрыть стратегически важные и потенциально опасные объекты. Непроходимых дорог для нее нет. Закупленные по решению губернатора спецтехника форсируют и болото. Болотоход. Это по болотам ездить, камыш косить для пожаров. По болоту ездить, не тонет, плавает. Подключиться к тушению крупного пожара должны быть готовы добровольные помощники. Полезную практику проходит здесь будущий спасатель Дмитрий Селиверстов, студент ДГТУ, еще и боец вузовского пожарно-спасательного отряда. Кто не может по каким-то возможностям или у кого времени недостаточно, чтобы в МЧС работать, они могут добровольно вступать в отряды пожарно-спасательные. Вот я вступил тоже в него. На базе Донского технического университета он помогает людям, набраться опыта, помогает другим людям. Природные пожары в ходе областных учений пожарных и спасателей ликвидировали во всех городах и районах области. Нюансы только в поставленных задачах. Мы непосредственно для каждого муниципального образования отрабатывали конкретную водную. Конечно, там, где в муниципальных образованиях большое количество лесов, там были водные связаны с лесными пожарами. Где больше степи, там, соответственно, с возможными возгораниями камыша и травяной растительности. У ежегодных учений в этот раз особая задача – подготовиться к работе в условиях крупнейшего международного события – Чемпионата мира по футболу. И в правительстве отметили – все вводные отработаны на хорошем, профессиональном уровне. Марина Черных, Фатима Зурабова, Анатолий Рашевский. Дон-24. Ростов-на-Дону. Если вы регулярно представляете себе, как вести себя в той или иной экстремальной ситуации, достаточно мнительные, такие же, как и я, например, то вам будет вдвойне интересно сегодня наше общение с гостем Игорем Шишковым. Он является инструктором по выживанию в экстремальных условиях. И вот мы уже поняли, что сначала нужно осознать, что экстремальная ситуация где-то рядом. Да, а когда ты это осознаешь, ты понимаешь, что надо как-то ее предотвратить, то есть с собой надо было что-то взять. Правильно. Третий пункт – технические средства. Фактически это три пункта. Первый пункт – это опасность. Второй пункт – человек. И третий пункт – технические средства. Если бы люди, которые поехали на природу, взяли с собой хотя бы минимальную аптечку, в которой есть средства для оказания первой помощи, то когда начнется ЧП, они бы не пытались облить себя бутылкой с бензином, думая, что там вода. И не пытались бы прибегнуть к народным средствам типа подорожника, золы, песка и вообще таких средств, о которых мы не будем говорить. Потому что зачастую после возникновения экстремальной ситуации бедным врачам приходится лечить людей от последствий самолечения. От последствий того, что они пытались себя спасти. Да. Потому что незнание, не имение под рукой подручных, вернее, специальных средств, уже не подручных, а специальных средств, плюс еще вдобавок, ни для кого не секрет, повышенное содержание алкоголя в крови, когда у нас каждый становится… Ну, элементарно. Самый простейший пример. Любой врач всегда говорит, в случае ожогов первое правило охладить водой… Вместо ожога. Вместо ожога. Почему? Потому что ткани человека имеют свойство к накоплению тепла, к аккумуляции, и после этого идет, усугубляется разрушительные процессы. Просто надо охлаждать. Спросите у любого, ожог что делать? Маслом надо мазать. Любой. А масло наоборот? Яйцо. Мне сегодня сказали, яйцо. Масло создает пленку, которая препятствует охлаждению. Вот у любого спросите. И вообще… То есть я так тоже думала, что надо масло. Да. А теперь ты так не думаешь. А теперь я так не думаю, совершенно, да. Охлаждать. Охлаждаем, хорошо. То есть лучше в воду холодную, да, речка рядом? Речка рядом, в воду холодную тонуть начинаем, что делать? Слушайте, нельзя. А тут, к сожалению, хорошо бы, чтобы каждый человек, как когда-то было в СССР, знал хотя бы примитивные навыки оказания первой помощи. Помощи на воде. Я помню эти плакаты. Вы вообще медпомощи. Да, медпомощи. Ну, официально сейчас называется не медпомощь. Обычный человек не имеет права оказывать медицинскую помощь. Есть официальная формулировка оказания до врачебной помощи. До. Ну, потому что мы же не врачи. Потому что у нас, да, народ бывает такое чудит, что там потом врачи приезжают, ой-ой-ой. Я, кстати, себя несколько раз спрашивала, вот, ну, так, честно себе задала вопрос. Нет. Смогу ли я помочь человеку, если я увижу, что на улице, ну, вот такая, для меня экстремальная ситуация произошла, и на улице кому-то стало плохо. А смогу ли я этому человеку как-то помочь? Потому что, ну, распознать вообще, что там, сердце, я не знаю. Ну, да, да, что-то понять. Приступы, да. И что делать в этой истории? Я, честно скажу, иногда читаю, но вот так сходу сейчас даже не назову. Ну... Где-то этому можно научиться взрослому человеку? Вообще, постоянно проводятся курсы, насколько я знаю, показания первой до врачебной помощи, курсы, тренинги, они постоянно проводятся. Но наш человек так устроен, что пока его в голову не ударит кувалда, он будет ходить рядом с кузнецом и говорить, а не ударит, не ударит. Вот в чем дело. Я думала, скажете, жареный педух не клюнет, но вы дальше по чеку-валду посерьезнее будете. По чеку-валду. Так, ну а вот все-таки, если человек оказался в такой вот какой-то непонятной ситуации, вы вообще не понимаете, что делать? Три правила. Правило номер раз. Не все то золото, что блестит. Люди впадают в паник. Вот я хочу сказать, не паниковать в первую очередь. Поэтому первое правило – успокоиться, встать. Раз, два, три. Всегда первый взгляд кажется ошибочным. Это закон выживания. Раз. Второе. Когда вы осознали, что действительно делать, приняли решение, уже нужно действовать, не останавливаясь. Потому что в этих ситуациях бывают как бы не совсем правильные действия, они все равно увеличивают шансы на спасение. Ну и, естественно, выводить самого себя или окружающих из состояния мышки. В общем, что такое состояние мышки? Когда я боюсь, я сижу трясусь вот так? Нет. Это еще хуже этого обморока. В общем, так получилось, что на нас всегда охотились хищники рода кошачьих. Хищники рода кошачьих, тигры, пантеры и все остальные, они двигаются и кидаются на движущуюся цель. Получается... Ускучил ваш дым, у нас 30 секунд до конца эфира осталось. Все просто. Если вы чувствуете, начинаете отъезжать, что называется. Да. Шевелите пальцами. Заставляйте себя. Заставляйте себя. Просто три пальца. Пошевели пальцами. Если кто-то рядом с вами начинает зависать, сейчас... Шевелите ему пальцами. Нет. Дайте им пощечину. Да, бейте. Пощечина. Бейте. Ну, вот такое утро у нас сегодня. Если вы хотите выжить в экстремальных ситуациях, то тут первый пункт. Идите к Игорю Шишко. Если его нету рядом, тогда просто спасение... В интернете. В интернете. Я есть в интернете. Спасение утопающих и дело рук самих утопающих. Спасибо вам огромное. Выживайте всегда и везде, и учите этому нас. Хорошо. Хорошего вам дня сегодня. Ну, а вы продолжайте смотреть программу «Утро» на канале ДОН-24. Утро на телеканале ДОН-24 продолжается. Сегодня понедельник, 7 мая. Он... Мне кажется, утро сегодня летит просто со скоростью реактивного самолета. Тебе не показалось так? Ты знаешь, это потому что были долгие выходные. И, естественно, очень хочется после этого как-то, знаешь, так... Оп, а что, работать надо? То есть мы набрали скорость и по инерции идем, да? Да, да, да. Мы как трансформеры с тобой. Мы преобразовываемся в реактивные самолеты, набираем высоту и взлетаем. И вот оно. Доброе утро. Ну, не знаю, взлетают ли трансформеры. Ну, это мы из фильмов-то, собственно говоря, знаем, да? О некоторых летающих трансформерах. Но могу сказать, что трансформеры, которые ездят, уже появились в реальности. Их разработали японцы. Настоящий спорткар, который трансформируется в гигантского робота. И все это происходит за минуту. Кто бы мог подумать, что история кино-сага о трансформерах станет реальностью? Действительно. Я бы больше сказала, кто бы мог подумать, что вот эта игрушка-трансформер в жизни появится? Да, дело в том, что объединились две компании. Расскажу, как они появились. Специалисты компании по робототехнике и производители оборудования для парков развлечений. Они объединились и вот произвели вот такого вот робота, который трансформируется из спорткара, как в знаменитых фильмах, о которых мы сегодня уже вспоминали. Устройство превращается в человекоподобного робота с руками и ногами. Более того, оно может делать это, даже если кто-то находится в салоне автомобиля. Ну, я вот смотрю, как люди там машут, живые, здоровые. На самом деле, это первый такой случай и первый робот, известный человечеству, который может производить вот такие махинации и трансформироваться уже с человеком внутри. Мне кажется, что скоро все сообщения и все фильмы фантастические, как нам до этого казалось, о роботах, в которых аватар вспомним, когда там ходили огромные машины. Алиночка, а я смотрю на этих взрослых мужчин, которые сели в кабину и думаю, мальчики выросли, игрушки у них стали большими, ручонками машут, живы-здоровы, все хорошо. Игрушки стали большими, но, честно говоря, на меня этот ропот наводит какой-то некий ужас. Я что-то его как-то побаиваюсь. Потому что все-таки это крупная махина. Ну, вот там мужчины были хороши. Кстати, ты заметила, что они были в костюмах и при галстуках даже, когда садились за руль этого необыкновенного автомобиля? Как правильно завязывать галстук? А вдруг они не знают? Давайте их научим. Умение завязывать галстук – важный навык для настоящего мужчины. В этом ролике мы покажем два базовых варианта узла для галстука. Вариант первый – простой узел. Этот узел хорошо смотрится с широкими галстуками. Находим правильное соотношение между концами галстука. Зависит от длины галстука и вашего роста. Не забывайте, что широкий конец завязанного галстука должен прикрывать пряжку вашего ремня. Берем узкий и широкий концы. Нахлёстываем широкий конец галстука на узкий. Оборачиваем узкий конец широким и продеваем широкую часть галстука внутрь петли. Вот, что у вас должно получиться. Еще раз оборачиваем широкий конец вокруг формирующегося узла и выпускаем конец галстука наружу петли. Широкую часть галстука пропускаем в петлю получившегося узла. Затягиваем галстук, поправляем воротник. У вас получается пропорциональный классический узел. Вариант второй. Косой узел или, как его еще называют, четверной. Популярность этого узла обусловлена простотой и универсальностью. Находим правильное соотношение между концами галстука. Нахлёстываем широкий конец галстука на узкий. Оборачиваем узкий конец широким с внутренней стороны, затем с внешней. Пропускаем широкий конец галстука над узлом. Затем проводим широкий конец в петлю узла. Затягиваем галстук. У вас получился косой узел. Музыка Субтитры предоставил DimaTorzok Кто-то отправится на российское побережье, кто-то останется у нас на дону, а кто-то улетит вообще куда-нибудь, знакомится с экстремальными видами спорта Тем более, что наш гость тоже рассказал, как себя вести в этих экстремальных условиях Да, дело в том, что один из новых способов развлечений, за которые можно отвалить приличную сумму в размере 5000 евро, заключается в том, чтобы поплавать 420 примерно тысяч рублей Поплавать с крокодилами не хочешь, нет? Ну, галстук там точно не нужен Необходимо будет нырнуть в реку в Бацване и плавать там с 4-метровыми нильскими крокодилами, которые крайне опасны Существа, кстати, весят до половины тонны и могут убить всего одним щелчком челюсти Так, интересно, да, поплавать? Я не знаю, какая доза адреналина у человека, который опустился в клетке вниз в воду к этому крокодилу, наверное, зашкаливает Не знаю, туроператор, который готовит эти туры, уверяет смельчаков, что холодные воды дельта реки Акованга делают крокодилов сонными и медленными Так что, в принципе... Мне легче от этого не становится, от этой мысли Да, дело в том, что ты, ну, знаешь, а тем более, если вы любите дайвинг, я думаю, ну, благо есть клетка Но она же может не всегда сработать Всегда вспоминаю фильм «Челюсти» при этом, знаешь, когда акула зажелывает Челюсти тут очень серьезные Очень серьезные, ежегодно при помощи вот этих вот челюстей гибнут люди Я так скажу Эта камера перевернулась, да? Угу Ага, все, я поняла Дело в том, что, чтобы хищник не заметил силуэт человека, а я же говорю, для особых любителей клетку даже не предоставляют Внимание, тут даже без клетки особым любителям разрешают погрузиться Так вот, чтобы хищник не заметил силуэт человека против света, его ставят против света, чтобы так он не был похож на еду А, то есть, получается, как говорят, контур-жур, да? Да-да-да Видно только силуэт, и крохозил не понимает, что это человек, а значит, это не предмет его добычи М-да Там даже девушка Да, там не важно, кто, в общем, я же говорю, кто-то может в клетки погрузиться, а кто-то может погрузиться просто в снаряжение дайвера Без клетки, без ничего Конечно, они стараются оградить от хищников, выбирают более или менее старых, которые не такие быстрые и ловкие Но, в любом случае, всех дайверов заставляют подписать некий документ, заявление Ну, на случай А то, что они делают, это добровольно Интересные несчастные случаи на производстве были? Не были? Будут Фу, не надо, чтобы были Вот-фу, чтобы ни у кого не было несчастных случаев Да, пускай все хорошо обойдется В таком экстремальном виде спорта Я вот думаю, как хорошо все-таки, что среди знаков зодиака нет созвездия крокодила Ибо ничего хорошего это созвездие предсказать бы не могло А Изабелла Городецкая предсказывает только хорошее в своем гороскопе Овны Ваша трудоспособность и деловитость будет проходить проверку на прочность Стойте на своем Но только ради дела, а не из-за упрямства Тельцы Понимание собственных возможностей придет сегодня Нельзя соблазняться налезть, преувеличивать свои заслуги Близнецам потребуется решать финансовые и имущественные вопросы Возможны проволочки или затягивания ситуации Раки Не ждите от окружающих быстрых реакций Самочувствия и понимания Действовать придется по правилам, обижаться не стоит Львы Выполняйте дела строго по плану и без самодеятельности, пожалуйста Самочувствие будет не слишком хорошее Систематизируйте нагрузку и отдых У дев популярность будет зависеть от серьезности намерений Будут провокации, но вы справитесь Весы На вас сегодня попытаются влиять окружающие Попробуйте отстаивать свое мнение Скорпионы Командировки, поездки, работа У вас много сил и энергии Это ваш день Стрельцы Решение финансовых вопросов может вызвать затруднения Но переживания, скорее всего, будут неоправданы Козероги Встречи сегодня волнительные Загрузки на работе большие Самочувствие не очень важное Водолеи сегодня далеки от решения насущных проблем И физически, и морально Главное не поддаваться унынию Рыбы будут чувствовать себя уверенно в любой компании Взаимодействие с официальными органами успешно Ну что ж, уже кто-то стоит на пороге И думает, ну когда Когда же уже начнется прогноз погоды Я не понимаю, брать ли с тобой с собой сегодня зонт Заявляю совершенно серьезно В ближайшее время зонтики Никому из живущих в Ростове области не понадобится Но 7 мая Сегодня в понедельник Погода в Ростове области будет следующая Например, будет очень тепло в самом Ростове-на-Дону До 24 градусов тепла Малооблачно Точнее переменная облачность Солнце Плюс 16 будет ночью И до 8 метров в секунду ветер В Чертково и Вешенской примерно одинаковая температура Плюс 24, синоптики прогнозируют В Чертково будет облачное Временами с прояснениями Плюс 15 будет к вечеру А вот в Вешенской яркое солнце Тоже плюс 24 и 15 вечером Такое же яркое солнце будет в Таганроге И ласковое, прекрасное Плюс 22 Невероятно хорошая погода Ни жарко и ни холодно Самое то, как говорят здесь на Дону Плюс 16 в ночное время суток В Белой Калитве на 2 градуса теплее Что тоже очень прекрасно Солнечная погода Плюс 24 Также ночью плюс 16 В Шахтах и в Обливской тоже очень тепло Плюс 25 Несмотря на то, что всего начало мая На самом деле на улицах уже царит летняя погода А самое главное, что и в Шахтах и в Обливской Будет ярко, солнечно и очень тепло Ну а к вечеру похолодает Ну примерно будет так же, как и по области Плюс 15 При такой теплой погоде На улицу просто все выходят гулять вечерами С детьми, с корясками Мамами, папами, бабушками Потому что погода-то замечательная Везде по Ростовской области В Волгодонске переменена облачность Плюс 24 К вечеру похолодает до плюс 16 Что тоже очень хорошо И спать при такой температуре Очень приятно Ну и в Сальске плюс 24 В ночное время суток плюс 15 Тепло, тепленько, очень тепленько Но я могу тебе сказать, что вот мне бы жарче и не нужно было Боюсь, что с такими температурными практически рекордами К июлю будет плюс 56 Будем надеяться, что этого не случится И уж тем более сегодня, 7 мая При такой интересной и легкой погоде Летний, весенний У вас должно быть прекрасное настроение И хорошее утро Одежда ведущим предоставлена магазином дизайнерской одежды «Броска» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok